Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о безопасности об охранных системах и комплексах искал дешевые решения что на рынке есть но нашлось не так много попал ко мне в руки контакт GSM2 от компании Rhythm в комплектацию входит аккумулятор кронштейн для крепления само устройство сделано на базе инфракрасного датчика объемного внутри находится само устройство для передачи данных больше всего сделан и позиционируется как для небольших офисов и квартир значит к нему можно еще добавить СМК датчик открывать квартиру можно как с брелков идущих отдельно также стэч мэмори вот брелки вот такие здесь три кнопочки вскрытие закрытие и тревожная кнопочка по центру ну что ж давайте взглянем что у него внутри и так подключается сирена дополнительный шлейф датчик питание да кстати ему надо будет еще блок питания 12 вольт но с питанием 12 вольт на рынке проблем не существует довольно таки много решений вот от таких самых дешевых и простых можно купить специализированное питание да вот таких более помощнее более понадежнее ну 12 вольт найти этого питания это не проблема ну что ж давайте смотреть у нас значит есть клиент и есть драйвер сначала ставим драйвер скачиваем с официального сайта ритма запускаем этот файл я уже поставил и после запускаем подключаем USB проводом микро и запускаем непосредственно мастера в основном он сам определяет если что здесь есть так как кнопочка если не определит честно говоря он почему-то неправильно сейчас определяет решим итак смотрим что у нас здесь есть сведения о приборе ну аккумулятор я сейчас не поставил все показывает правильно сим-карты тоже не поставил так время я отстраивать сейчас не буду значит он может сам синхронизироваться через интернет на сервис ну это мало интересно настроек настроек достаточно надо сидеть и настраивать и так по основным задержка на вход в секунду задержка на выход в секунду эти обычно параметры ставятся где-то вот так в зависимости как далеко вам до двери сколько надо но при использовании брелка и радио брелка а не теч-мемори данный параметр вообще ставится на нет задержки никакой нет необходимости потому что закрыв ту же квартиру дверь на замок вы уже за дверью нажимаете на брелке кнопку поставить под охрану так это как раз АБСМК дополнительный шлейф также можно еще поставить дополнительный объемный датчик или датчик разбития стекла это кому что нравится работает он как разомкнутый так и замкнутый так что у нас дальше функция защиты от животных предполагает что не будет реагировать вот на какой вес я не читал но обычно ставится на 27 кг не реагировать но вот инструкцию я не читал да не стук важно но если у вас есть домашние животные кот или небольшая собачка то это вам конечно сильно поможет автотесты автотесты для чего нужны для того чтобы быть самому спокойно что прибор рабочий что он не завис что с ним все в порядке для этого и нужны автотесты здесь они расширенные также можно отслеживать баланс сим-карты чтобы постоянно не лазить в прибор не вынимать симку постоянно его взад вперед не собирать и разбирать сделали вот так удобным есть конечно варианты можно ходить к оператору либо через интернет но вот можно просто с автотестом чтобы сразу же и приходил баланс очень удобно единственное что вот здесь очень надо быть внимательным на некоторых операторах баланс запроса бывает 105 ну смотря какой у кого оператор мегафон на МТС подойдет а вот у того же по-моему Билайна уже по-моему 105 не знаю давно не пользовался и так генерация событий исчезновения внешнего питания надо для того чтобы если у вас отключили 220 блок питания больше не подает а аккумулятор еще держит вот для этого выставляется данный параметр тут я вижу в трех вариантах в четырех но его не надо убирать пусть будет через две минуты можно поставить 10 не критично аккумулятор несколько часов все равно продержит но энергосбережения я не вижу смысла нет это все не надо пусть пусть вот так и остается по сирене ну тут тоже все понятно зуммер либо который внутри датчика либо вы внешнюю сирену выводите для совсем так чтобы уши закладывало ну кому что нравится ну для испуга конечно что соседи могут повыскакивать очень полезная вещь сирена опять же кому что нравится так так это добавление оповещения давайте посмотрим что здесь смс было здесь я так понимаю телефоны вбиваются куда сбрасывать сообщением так что у нас тогда здесь отправить сообщение пользователя да 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 то есть прибор будет отправлять сам сообщение о проникновении либо о снятии постановки считыватель мы сейчас не будем поэтому его выключаем я так понимаю здесь наверное надо делать вот так и постоянно сохранять и если что-то меняешь сюда ключи добавляются от течмэвери ну у нас сейчас радиобрелок итак радиобрелок давайте попробуем добавить итак вот брелок увиделся на нем три кнопки соответственно взять анахану можно их отключить ну и кнопка тревожную мы тоже сделаем пусть будет так брелок у нас добавился а метро gprs здесь вот давайте посмотрим будет ли меняться смс информирование где-то у нас оно было так секундочку нет не меняется данный параметр я просто не помню но помню у кого-то по-моему было 105 а вот здесь можно выбирать да вот 102 105 да и интерес мегафронт 100 надо запомнить так оставим как было так журнал событий это у нас то что происходит при включении неисправность батареи это то что ее просто нету это при перепрошивке наверное было при запуске его первом а это уже то что не было энергии он соскочил на прошивку создания так скажем обнулился так нарушение это то что на меня срабатывает я так понимаю да состояние тампера сейчас мы его тоже зажмем и будет тоже все в порядке и дополнительный шлейф выключен здесь загрузки прошивки я так понимаю а нет загрузки на линии да загрузки настройки здесь всю эту конфигурацию можно сохранить если вам надо временно переделать можете по ключам или по ну в основном я думаю что вам больше по ключам либо это если временно сим-карта другая чтобы постоянно не перенастраивать сохраняете настройки старые если временно переводите на другую сим-карту либо на другие ключи кого-то добавляете кто-то приехал то есть его на там ключ от подъезда если он из другого города у каждого есть свой ключ просто добавили а потом просто залили обратно на свою старую прошивку и это довольно таки удобно ну вот в общем то и все больше здесь смотреть особо не на что давайте я его сейчас донастрою под свои сим-карты и посмотрим что он присылает и так поставили его под охрану вот видим сообщение постараюсь чтобы вам было видно вот объект под охраной даже температуру сбросил зачем-то тревоги объема этого под охраной стоит и я тут его припал и вот собственно брелочком нажимаем на снятие сейчас ждем смс и вот смс на сайте 4000 около 4 то есть там что-то у них со скидкой 3800 с чем-то и брелочек вот такой стоит около 1000 рублей 1000 с копеечками какие-то 1060 по-моему не могу не помню точно вот то есть все решение без блока питания опять же получается 5000 ну и в зависимости сколько в семье человек столько понадобится брелков для доступа ну вот в принципе тест закончил особо больше рассказать нечего но все-таки для спокойствия очень интересное решение за довольно-таки небольшие деньги всего скажем так на семью в три человека получается где-то 1000 на 8 с блоком питания обойдется если даже считать крупный блок питания за 1000 рублей хотя я думаю что его можно и за 300-500 найти ну всем спасибо все на этом тест закончен всем пока да и еще паскрип забыл показать вам по питанию я на него с инженерного блока подавал в левом окошке это ампераж то есть 10 0 0 10 то есть потребление 10 миллиампер это крайне мало то есть буквально даже вот такое блок питания с этим без проблем справиться он здесь на 500 миллиампер то есть его мощность здесь он должен было бы стоять пятерочка после точки вот это его нормальная рабочая ну если дать ему все-таки скидку на то что он возможно это его на и пиковая да написано то есть он ползаявленный справиться с такими приборами сразу с 50 штуками одновременно поэтому с блоком питания особо выбирать что-то там сверхмощное незачем вот 55 рублей все удовольствие ну на этом все точно всем пока